Я думаю, что Россия сейчас находится на правильном пути. То есть мы перебесились этой свободой, когда у нас коммунистов сместили от власти. Было много этих спекуляций о народе, вот это шушер, вот этот суеты-сует. Сейчас мы остепенились, успокоились и нормально развиваемся, как капиталисты. Мне нравится, вот как развивается Китай. Они вот, что их достоинство, в чем? В том, что они лучше взяли от социализма и от капитализма. И они сейчас более капиталистическая сторона, чем мы. Вот это совмещение, и я думаю, что нам надо учиться друг у друга. Брать лучше у того же Китая, у Америки, какие-то там, может быть, законы новые ввести. А законы должны быть такие, чтобы каждый человек стремился делать хорошее для людей. То есть пусть этого нет где-то в законодательстве юридически, но если он не нарушает, что-то делать хорошее. А поощрять людей, поднимать сельское хозяйство, заводы, фабрики, восстанавливать. То есть вот восстанавливать страну, как говорится, время разбрасывать камни закончилось. Сейчас время собирать камни. Вот, науку нужно развивать. И я бы еще, вот раньше, я помню, была передача, кажется, «Деловые люди». Ведь у нас в стране, вот почитаешь, да, Артем Тарасов в интернете там предлагает вообще такие проекты, которых еще ни в Америке, нигде не слышали. Вот надо прислушаться нам к этому. То есть внедрять в жизнь, в хозяйство, вот научные разработки народных умельцев, да. Кто-то изобрел там, скажем, дешевую, простенькую стенокосилку, которая на воде работает. Нужно показать ее по телевизору, и чтобы с хозяином заключили договора, некоторые заводы и делали, то есть серийные выпуски, а не разовые там, вот, просто. Вот, восстановить эту передачу и поднимать вот эти вот резервы. Ведь на Руси много талантов во всем. Вот, как, например, передача «Голоса» была, где из глубинки приехали, мы видим, что у нас много талантов. Круче, может быть, даже, чем сегодняшние звезды, которые лучше поют. Вот, потому что звезды в основном уже сейчас держатся, в основном, на имени многие. А есть и таланты. И так во всем, во всем, в сельском хозяйстве, в науке, в медицине. В медицине тоже потенциал огромнейший у нас. Есть люди, вот, нетрадиционными методами лечить, там, иглами, там, например, типа, вот, китайская медицина. Есть травами, вот, которые не наносят никакого вреда людям. То есть вот эти, поднимать эти резервы, сделать, повторяю, передачу на телевидении, на первом канале. И чтобы это, они были не формальные. А чтобы, вот, там, руководители предприятий заключали с ним договор официальный. И чтобы выпускали эту продукцию серийно. Вот, просто к этому нужно серьезно относиться на уровне, на уровне правительства. Вот, даже, я думаю, вот, и тогда мы начнем быстро-быстро развиваться. Мы всех перегоним. Потому что потенциал у России большой, огромный. Просто мы его не используем. Вот, пока что живем, в основном, за счет нефти, газа, там, леса. А нужно другие искать резервы, потому что нефть когда-то закончится, и газ. И мы должны быть готовы к этому, готовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова